Отличников тотального диктанта наградили. Те, кто написал работу без ошибок, получили грамоты и памятные призы. В Приморье отличников рекордное количество 120 человек. Например, в Мурманске справились только 30 человек, в Рязани 9. В нашем крае написали без ошибок в основном те, чья профессия связана с русским языком. Но есть и строители, и медики, и школьники, которые пишут идеально грамотно. Все отличники получили дипломы, а также сертификаты на электронные словари. В этом году тотальный диктант прошел почти в тысячи городов России, мира и охватил 71 страну. Дальний Восток писал одну из трех частей текста Леонида Юзефовича, повествующую о Санкт-Петербурге. И количество отличников увеличивается, количество хорошистов увеличивается, а написать диктант даже на 4 – это очень большой труд. Что же касается отличников, то это, на мой взгляд, вообще недосягаемо. Да я просто пришел и написал. Даже не готовился, абсолютно пришел впервые, узнав об акции, решил написать, проверить свои знания. И вот спустя 11 лет после школы. Написала диктант на пятерку и Анастасия Ярошенко, корреспондент нашей телекомпании. Допустив всего одну пунктуационную ошибку, она получила высший балл и награду из рук вице-губернатора. Сейчас Анастасия в нашей студии. Настя, приветствую, расскажи, как тебе это удалось. То есть ты специально к этому готовилась? Здравствуй, Владимир. Да нет, специально, разумеется, не готовилась. Думаю, что моя работа, я уже два года на ОТВ, до этого работала и в газетах, и в информагентствах. Постоянная работа со словом, наверное, вот он залог успеха. Ну еще я неплохо учила русский язык в школе. Спасибо моему учителям Ирине Борисовне Клюбиной, Наталье Юрьевне Крастилевой, что вот научили меня писать правильно. Кстати, писала диктант в своей родной 22-й школе. Ну ты наш молодой сотрудник, представитель вот того самого нового поколения, где вы общаетесь в чатах короткими фразами, твитами, это новые тенденции нашего языка. А текст пришлось писать классический. Было сложно перестраиваться? Ну, все-таки смайлики я пишу в WhatsApp, а, например, как вы знаете, Владимир, свои материалы для новостей я пишу обычным русским, классическим, как вы сказали, русским языком. Вот, наверное, и результат. Это твой сертификат отличника? Также подарили бесплатный доступ к онлайн-словарям и небольшой сувенир. Вообще, почему ты решила попробовать свои силы в написании тотального диктанта? Ну, почему бы нет? Мне было интересно, насколько я объективно хорошо знаю русский язык. Давно не проверяла свои знания со времен учебы в школе, учебы в университете. И была удивлена, потому что тотальный диктант вообще считается очень серьезной проверкой своей грамотности. Там на четверку написать уже считается успехом. Когда я узнала, что у меня отлично, конечно, я была в приятном шоке. Настя, спасибо за беседу и поздравляю тебя с этим по-настоящему хорошим достижением.